Селение Учикалача, что на севере республики Таджикистан, через сутки после вооружённого нападения, на стенах и крышах сельских объектов Бабаджанков у Русского района видны следы обстрелов. Ещё вчера на этих местах взрывались снаряды, осколки били стекло, разрывали металл. Здесь до сих пор пахнет гарью под ногами осколки снарядов и следы человеческих жертв. Вчера, 16 сентября, в 7 утра началось очередное военное столкновение. Тогда я собрал детей и решил их вывезти из села в город. Уже слышны были выстрелы, и я не успел вывезти семью. Всех детей эвакуировал в подвал, и больше мы оттуда не выходили. С 7 утра до 7 вечера шёл обстрел. Весь двор был усеян пулями. Весь дом подстрелен, стены, крыши. Если у меня во дворе много осколков, то соседние дома сильно пострадали от пуль, взрывов и огня. Только сегодня мы смогли выйти из дома. Я не могу спать спокойно по ночам. Всегда есть беспокойство, что наши соседи нападут на нас. Мой сын был рядом с мечетью, когда был нанесён удар. Сейчас он с осколочными ранениями лежит в областной больнице. Не только мой сын получил ранения, но и среди местных жителей есть пострадавшие и умершие. Министерство внутренних дел Таджикистана в специальном сообщении подтвердило атаку дроном на мечеть в сельском джамуате Оучи-Калача на севере республики, подчеркнув, что это нападение со стороны Кыргызстана было совершено под вечер 16 сентября 2022 года, уже после объявления перемирия. МВД республики Таджикистан подтвердило разрушение мечети и гибель жителей в результате атаки беспилотника. Я был на рынке в Истеварзе. Начались громкие выстрелы. Люди побросали свой скот – коров, коз и баранов – и убежали в укрытие. Мы добрались до Оучи-Калачи. И тут шли бои. Я был в Чайхане, а толпа людей стояла чуть дальше. Это были местные жители, в которых и попал обстрел с воздуха. Сразу на месте люди умерли. Остальные были отвезены в больницу. Они в реанимации. Я сам только из больницы. Дома сгорели. Много жертв, много убытков. Мы живем в приграничном селе, и вопрос границы нас постоянно беспокоит. Каждый год мы становимся свидетелем конфликта. Еще год не прошел с прошлогодней стычки. Вот опять страдает местное население. Мы, старики, уже прожили свое. Но маленькие дети, они страдают. По 8 часов маленькие дети отсиживались в подвалах. Что нам делать тем, кто живут на границе? Какое будущее у наших детей? Из года в год жертв становится все больше. Не выдерживают эти конфликты и наши старики. Вчера умер от сердечного приступа мой сосед, которому было 70 лет. Наши соседи говорят, что это их территория, это их земля. Я тут родился и вырос. Никогда эти земли не принадлежали к киргизам. Госкомитет национальной безопасности Таджикистана заявил, что были зафиксированы факты поджогов жилых домов и других объектов на территории сагдийских сел. В селе Оучикалача местные жители смогли спасти только свои жизни. Дома, земли и имущества были сожжены. Это повторяется из года в год. Наши соседи, киргизы, всегда идут на конфликт. Местные жители страдают и становятся жертвами. Мой племянник отдал жизнь во время конфликта. Ему было всего 34 года. Мы всегда хотим лишь добра для наших соседей, но они отвечают лишь обстрелами. Меня разбудили звуки от выстрела, то ли от гранатомета, то ли от миномета. Стала дочь, которая решила собраться и пойти в школу, но я не позволил. Позвонил отец и предупредил меня не выходить с семьей на улицы. Он сказал, что началась война. Я не поверил отцу и побежал в родительский дом, но их уже не было, и связь перестал работать. Не было электричества. Спустя какое-то время родители вышли на связь и сказали, что их эвакуировали представители государственной власти. Мы боимся покидать сёла и дома. Всегда есть страх, что соседи нападут, и мы не сможем эвакуировать своих родных и детей. Я не знаю, почему наши соседи всегда нападают на нас. Из-за земли или из-за воды. Люди копили деньги годами и строили для себя дома. Но сегодня они остались без крыши над головой. Кыргызская сторона пытается обвинить Республику Таджикистан в продолжении конфликта посредством интернет-сети, что не имеет под собой реальной основы. Таджикистан был сторонником решения пограничного конфликта переговорным и дипломатическим путём и остаётся непреклонным своей позиции. Наши пекари пекли хлеб, и их цех расположен в местечке Пахтау-Бод. Позвонили женщины села и предупредили, что на территорию села заходят киргизские военные. Ложимся спать и не знаем, что принесёт нам завтрашний день. Наши дома находятся в перемешку. Таджикская семья – киргизская. Как работать и жить в такой ситуации, не понимаем. Было 7 утра. Успели эвакуировать женщин и детей. Выстрелы не прекращались. И мы спрятались за вот этими шинами. Ждали, когда всё утихнет, чтобы укрыться в надёжном месте. Под этими покрышками мы прятались в течение 4 часов вместе с сыном и племянником, который получил множественные осколки в спину. Мы смогли его при помощи машины вывезти для госпитализации. Выстрелы начались оттуда, где проживают наши соседи, кыргызы. Мы же слышали, откуда шоу. 17 сентября 2022 года состояла встреча командующих пограничными войсками Республики Таджикистан и Кыргызстан относительно выполнения условий объявленного режима прекращения огня. В ходе встречи стороны обсудили вопросы стабилизации обстановки, возвращения дополнительных сил и средств на исходные позиции. В настоящее время ситуация в Учекалаче спокойная, но жители реже выходят на улицу, опасаясь нападения.